всем привет друзья мои с вами я светлана ата и сегодняшнее утро мы с шендером вышли после йоги на пробежку на пробежку спорт 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 вставайте вместе со мной всем привет друзья мои друзья мои уже помоги мне едем стать опять знакомиться с турецким народом я плачу раньше не могла в секунду а сейчас сколько вишу подтягивается весь позвоночник вы видите что делает йога сейчас поднимаюсь сейчас аж ким а ну аж ким 2 3 4 5 молодец 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 9 9 9 10 аферин 9 8 15 15 15 15 15 15 15 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну все, побежали мы, все. Никого нету, мало очень людей. Все закрыто. Ой, точно, меня ждет. Только я, наверное, здесь кушаю. А, после спорта как вкусно. А что делать? Не продаются свежие? Все, что закрыто было. Мы хотели пойти в микрос, закрыто было. Витаминчики с утра. Ой, девочки. Посмотрите, сколько их много. За сутки поспела, красота. Как говорят они, съешьте меня. Белье, дёрне. Вот меня. Слежит ягод. Какая красота. А потом руки красные. Бокс. Мукбанк. Аж кем сен пилёрсу не был мукбанк. Витамин депосу. Не за манк. Емекиер, лагосюри, болея пьера. Чавка. Вот это мукбанк. Го, мукбанк. Красота такая. Наелась, напилась, позавтракала. Сейчас сидим, ждём. Открываются все манавы, ларьки с 10 часов. 10 минут осталось. Я говорю, Рашка, давай посидим. Потом он ляжет спать, а мне неохота будет выходить. Еле отмыла я. Здесь, оказывается, вся была в краске. Ой, как хорошо наелась. А что делать, скажите, пожалуйста. Сейчас ничего, нету фруктов нормальных. Не продают ягоды, всё закрыто. Я раньше думала почему-то, что этот локдаун не такой серьёзный. Ну, в каком смысле? Что да, они разрешают выходить, но всё работает. Вот я хотела евро поменять. Я говорю, вот, всё закрыто будет. Я говорю, как закрыто? Вы представляете? Кошмар. Настолько всё серьёзно. Даже вот банки. Банки не знаю, открыты или закрыты. Даже не знаю. У меня нет такой информации. Но всё закрыто. И салоны, и парикмахерские какие-то. Только работают, что необходимо людям. Это пекарни, супермаркеты и тому подобное. Наелась мне ещё там другой юнэрчи. Юнэрчи – это который главный. Вот у нас Мурат там капыджи, завхоз. А юнэрчи – это сидит, управляет им. Там что-то заказывает. Но вот такие более ответственные дела всё это делает. И управленческими делами занимается нашим домом. Там лектера вызвать и всё. Этот исполнитель Мурат. И мы с ним поговорили. То дерево, которое он мне дал, такое красивое на балконе, разрослось. Одни листья вот такие вот они тонкие, как цветы, подсолнухи. У нас во дворе столько здесь было их. А сейчас я смотрю, я говорю, а где этот цветок? Он говорит, украли. Люди украли целое дерево ночью. Я вообще в шоке. А у меня такое красивое растёт. Ну вот и такое бывает даже. Взял велосипед и едет. Здесь он живёт на первом этаже. Хоть и сплетник, но я его, не знаю, уважаю. Всё знает про всех. Вот дальше туда пройти, он там живёт на первом этаже. А вот этому дедульке около 80 лет. Так он хорошо выглядит. Кстати, холостяк. Живёт на втором этаже. Я смотрю, и шашлычок себе жарит мангал на балконе и всё. Такой вот очень ухоженный. Сам себе режиссёр. Дети отдельно живут, а он живёт вот в такой огромной квартире. Так что вот такие дела. После прогулки я с утра решила приготовить обед, чтобы потом отдыхать. Вот я добавила такой суп. У меня красная чечевица. Извините за шум. Ммм, какой вкусный, на оливковом масле. Здесь также и один кабачок. Такой цвет некрасивый, но вкусный. Морковь, луковица половина, зелени. И красная чечевица полстакана. Сейчас вот у меня стирка. Как всегда, Светлана, работает хозяюшка. Также я себе приготовила фарш на котлеты. Здесь и кабачок, и куриная грудка. И уже в основном много куриной грудки. Вот такой красивый я кабачок на тёрке потерла. Ну и добавила на тёрке лук. Отжала всю жидкость от кабачка и луковицы. Добавила петрушку. Полторы ложки или две крахмала. Одно яйцо. Пряности. Ну вот и хорошо помешала. Уже всё у меня готов, когда я захочу кушать. Ну после того, как мы пришли, Эндерли лёг спать. Он отказался от кабачков. Говорит, я не хочу таких котлет, я не люблю. Ну, говорит, если ты... Я говорю, ну я же готовлю. Он говорит, ну тогда я себе тантуни закажу, не проблема. Я говорю, нет, говорю, тебе себе сделаю кабачковые котлеты, а тебе приготовлю... У меня там есть четыре грибочка. Приготовлю сотые. Говорит, но без риса. Хорошо, говорит, салат. Мы сейчас большое внимание уделяем салату. Ну и вот так вот, вот так вот проходит. Но зато я сделала очень много. Я уже и погуляла, и позанималась, и разложила вещи. Сейчас, может, чуть-чуть посплю и приду в себя. Я сегодня на ужин приготовила вот такое соте. У Индеру, видите, он половину съел, но немного было. Одногрудка. Здесь на сливочном масле грудинка, болгарский перец, лучок и грибочки. И хочу похвастаться, приготовила вот такой суп. Сюда идет красная чечевица. Как раз вот уже все, уже поели мы. Красная чечевица идет. Потом идет кабачок, морковь. И на оливковом масле. И вот такой у нас ужин. И вот так же вот салат, который он не поел. А так, посмотрите, все покушал. Молодец. Да, и хочу похвастаться, что он с удовольствием это покушал, мои дорогие. Сегодня я днем уснула и не погладила свои занавески. Ну ничего, сейчас после вебинара я сяду и продолжу. Так что вот такие вот у меня новости. Индер уже кушает и Бурак покушал. Я сказала, что это надо, он поел. Сейчас начинается у меня учеба. Ну и до новых встреч. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.